Война огнём прошлась по нашей земле, испепеляя судьбы и оставляя ожоги на сердце у тех, кто не дождался своих близких. Эту боль через всю жизнь пронесла и Ксения Петровна Гемб. Знаменитый учёный, исследователь русского севера, но в первую очередь женщина, мама, потеряла своего сына Игоря. От его сослуживца она получила такое письмо. Нам нужно было разгромить гитлеровскую часть и занять указанный пункт. И вот мы пошли в бой на врага. Но вражеское поле сразило вашего сына Игоря. Он был убит часов в 11 дня, 20 октября 1942 года. Ксения Петровна, он просил, чтобы вы о нём не горевали, потому что этим вы не поможете, а только ухудшите своё здоровье. Спустя десятилетия эхо этой семейной трагедии отразилось на страницах книги «Сказы недосказанные», посвященной Ксении Гемб. К её написанию автора Елену Корницкую подтолкнул архив отца, известного архангельского фотографа Николая Блохина. Знакомство, когда первое произошло, он когда сказал, что под Сталинградом воевал, она сразу сказала, что у неё там погиб сын. И он много не пишет об этом. Но пишет, что первый раз, вот я только единственный раз видел, что у неё слёзы были на глазах. Переплетение судеб двух солдат заинтересовало Елену. Она стала завсегдатаем архива, изучала документы и выяснила, что её отец и Игорь Гемб воевали практически в одном месте. Николай Блохин вспоминал, например, как в отсутствии пресной воды бойцы под носом у врага таскали арбузы в районе Грачёвой балки. И посмотрела, что Грачёвая балка находится в 6-7 километрах выше села Кузьмичи. В письме, в извещении написано, что Игорь похоронен в 5 километрах северо-восточной села Кузьмичи, Сталинградская область. Игорь уходил на фронт добровольцем, хотя выпускника Московского зоологического института до последнего не отпускали. Каждый охотовед был на счету, ведь за поставки союзников расплачивались в том числе пушниной. Но он ушёл, всего несколько дней не дождавшись приезда своей невесты Нины. Вот что Игорь писал родителям незадолго до гибели. Давно уже сделал вывод, что лучше меня почти никто не жил. Никому не было такого отношения, как с вашей стороны по отношению ко мне. Ну да, я и раньше это знал, но это я теперь чувствую сильнее, чем когда-либо. Жалею о том, что не могу ничего написать Нине, не знаю её адреса. Вы уж ей за меня напишите, если имеете с ней связь. Придётся или когда увидится. Уже после трагедии девушка получила посылку. В ней оказались белые туфельки, купленные, видимо, для свадьбы. Отец Елены Корницкой, в отличие от Игоря, чудом уцелел в жерновах войны. Выучился, скрывая контузию, устроился в пароходство, ходил в море электромехаником. Увлекался фотографией, краеведением, прожил долгую и насыщенную жизнь, до конца которой носил память о сражениях, осколок в теле. Вот такие разные судьбы. Елена допускает, что её отец и Игорь Гемб могли встретиться под Сталинградом. Казалось бы, что такого? Много северян служило вместе. Да, но изучая историю Игоря, Елена пересмотрела свои семейные архивы, по-новому взглянула на отца, на подвиги других, о которых солдаты и офицеры Великой Отечественной не сильно-то распространялись. Казалось им, что нам неинтересно, и они боялись тревожить наши души. Когда копнёшь, да посмотришь, да такой героизм молчаливый. Елена Корницкая жалеет о том, что так мало сегодня подлинных историй о войне, о сломанных судьбах, о том, с чем военное поколение жило все эти годы. Это больно. Но об этом, считает Елена, надо говорить. Чтобы знали, чтобы помнили. Алексей Карельский, Светлана Михеевская, Александр Кузнецов, Регион 29.